В Минске начала свою работу девятая международная выставка вооружения и военной техники «Мирикс-2019». Свою продукцию на экспозиции представляют около 170 организаций из 10 государств. Участвующие на мероприятии впервые, Азербайджан представлен национальным стендом. Министерство обороны промышленности страны на выставке в основном покажет продукцию экспортной направленности. В этом году мы решили представить свою продукцию на этой выставке. И эта выставка представляет для нас определенный интерес. И мы выставились в первый раз. Я думаю, что будут хорошие перспективы в будущем на этой выставке. В приветствии президента Беларуси Александра Лукашенко, участникам и гостям «Мирикс-2019», которые зачитал премьер-министр этой страны Сергей Румас, отмечается, что выставка будет способствовать обмену опытом между разработчиками вооружений до старта их совместным проектом и станет площадкой для заключения выгодных контрактов. Первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев отметил, что вниманию специалистов и общественности будет предложен широкий спектр принципиально новых и перспективных высокотехнологичных образцов вооружения военной и специальной техники. Международная выставка по праву считается уникальной площадкой, способствующей повышению инновационной и инвестиционной активности в области создания и модернизации вооружения, военной и специальной техники. Внедрению самых передовых технологий. Масштабный оружейный смотр, проходящий на белорусской земле, традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей, продукции военного назначения. «Мирикс-2019» проходит год празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, поэтому организаторы представили яркое тематическое шоу. Представления были задействованы современные модернизированные образцы военной техники, произведенные предприятиями военно-промышленного комплекса и принятыми на вооружение вооруженных сил Беларуси в последние годы. Выставка завершит свою работу 18 мая. Шамистам Мамедов, Орхам Мамедов, CBC.